сейчас июль 4 часа дня достаточно жарко очень даже сказал бы жарко из плюсов мало народа через часа два уже будет солнце двигаться вниз будет полегче дышать сейчас но мало народа в это время на крите в ритимне автобусом мы добирались сюда из георгиополиса где-то минут 20 25 на четверых нам обошлось это в 13 евро 20 центов автобусы полупустые с кондиционерами очень удобные если собираетесь путешествовать и использовать общественный транспорт автобусы это самое оно по крайней мере чтобы приехать в ритимну или ханью сразу возле крепости небольшой камень каменистый пляж люди купаются но дно сверху я смотрю мне не очень не знаю может там где они купаются песочек но там где загорают вот спускаются люди они ходят по камням по острым камням но в этой части как бы и не особо с пляжами хорошо дела обстоят в этой части этого города может он просто негде купаться удачно расположена кафешечка много столиков двух сторон столики все пустые потому что очень жарко вечером наверное здесь не очень жарко поэтому народу будет больше вот сразу у них офферы предлагают туристам многим эта идея нравится пиво по три с половиной евро пиво по три с половиной оказался не проход маленькая часовенка не никого нет кроме моего сани каменные стены красивые малыш блокирует несъемку наверно батюшка у нас для нас не существует запретов потому что это очень все красивое и я не могу это не снять вырублено в скале красиво оформлена красота мы кинули монетку за то что мы снимаем и сейчас саня организует вот это ставим красавчик все теперь мы за съемку рассчитались с высшими силами свечка стоит все нормально идем дальше обходим по левой стороне сейчас посмотрим где-то надо найти вход красивые очень виды вдоль дороги мы скорее всего начали обходить слева это была не та сторона надо было справа с города поэтому мы пока идем вдоль стен но здесь тоже очень красиво если бы не жара было бы вообще замечательно градусов 35 наверно может больше даже мы нашли старый город сейчас сначала входим фортетью мы нашли вход фортетью а с нее спустимся в старый город мы обошли просто по внешней стороне можно было по внутренней через город наверно было бы не так жарко и интересно но уже обошли обошли впереди лежал маяк какой-то видим или башня тоже подойдем к ней но локация очень небольшая наверное часа полтора-два хватит чтобы войти полностью время работы семейный вход сюда 10 евро за четыре человека за 10 евро нам дали карту очень шумно из-за сумасшедших насекомых они размером с шершня но абсолютно безопасно и сейчас может быть я если увижу покажу их по тысячи на каждом дереве и они орут просто как будто я не знаю кто-то и хочет убить вот я одного нашел сейчас сниму его такие вот руки они издают вот эта маленькая гадость сейчас подойдем края я хочу снять сверху все гадость Можно кинуть монетку и взять свечку. По карте это называется развалины домов, так и выглядит. Замок был построен в 16 веке, он молодой достаточно, ему всего 400 лет. Если будет зомби апокалипсис, я сразу побегу сюда за этим знаком. Саня много играет в игры, у него все заканчивается зомби апокалипсисом. Там яма, Должников и Грешников скидывали в яму. Должников и Грешников. Очень красиво, вообще супер! Грешников. 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 если приедете сюда запасаетесь водой потому что буду здесь купить но на территории крепости в принципе я пока еще не видел где можно купить воду а пить очень хочется жарко напоминает это все херсонес севастополя руины моря какие-то сооружения куча камней только народу поменьше мы нашли пещеру сами пойдем кричат все что туда заходить нельзя колодцы с водой станет а колодца с водой здесь на стенах интересные растения очень растут я даже не вообще понять не могу где они берут воду они растут прям из камня просто из камня а 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 под землю огромный туннель мы только что зашли в него и сверху это все не видно а снизу это выглядит как огромные катакомбы сейчас посмотрим куда это нас приведет темно ничего не видно правда сейчас там дальше зайду будет свет в путеводителе написано что мы только что были в кладовых северных ворот нет вот это вот то что мы сейчас пришли это кладовые северные вороты а это? и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Пытал сюда залазить, потому что, возможно, оно тоже может обрушиться. А что там? Ничего, просто маленькая комната с арочным потолком. Краю дальше не проходи. Не, я имею в виду к краю, можешь к комнате подойти. Продолжение следует... Продолжение следует... А ты, Сашок, что скажешь? Видели, пиво пьёт, да это вообще шок. Такого надо... А мама чё-то вон идёт, делает, говорит, что она нас не знает. Короче, лайк. Тут вообще очень красиво, вон солнышко печёт, правда. Ну, вообще супер. Такого... Такое... Аххххх! Ахххх! Аххххх! Сохрый! Ахххх! Сохрый! мы вышли на территорию здесь растут красивые сосны такие как в риме мы были когда гуляли в районе колизея римского форума такие сосны там везде росли красивые здесь такие же и целом вот это вот здание где висели картины она тоже смотрится отсюда очень хорошо можно сделать красивые фотографии конец мы дошли до театра здесь были гладиаторские бои да сань или выступали добрые клоуны сиденья достаточно современные но под пластиковыми и какими-то мягкими каменные вот на каменных все сидели на 400 лет назад сегодня у нас был обзор крепости которая называется фортеця в реке вне на крике если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на наш канал всего хорошего ярких вам впечатлений и отдыхайте почаще что я не знаю ты свои деньги экономишь добрый Субтитры делал DimaTorzok Дома двухэтажные, но они все такие милые, как на Санторини, только они не белые и не синие Они разноцветные, много очень цветов, люди сидят, местные, наверное, собаки бегают Очень приятная улочка Она идет прямо от фортетти, когда выходите, сразу, ну прямая улица, выходите и идите Судя по количеству туристов, ретим на менее туристическое, чем Ханья Людей здесь однозначно поменьше, чем в Ханье Но она не менее милая, атмосферная Доехать до нее просто, гулять не ездить где Это интересный городочек, не засыпанный туристами Сюда обязательно надо приехать Дома-кушск, не цена, в Альфарии И здесь в Кэр, где они появились Кэр, где, говорю, «Алли» Домо, я не могу видеть, не думаю, что это, когда я буду выживаться Я не могу видеть, что это не пицефель, и пицефель Я не могу видеть, что это, что это, я не могу видеть Ое-е-е-е-е-е-е-е-е, я не хочу видеть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь небольшая гавань и прям в заливчике сад со цветами, очень красивый Ну как красивый, относительно красивый, но в свете того, что мы только что были в камерном городе, сюда выходишь и все цветет, пальмы, залив, люди отдыхают Ретим на приятный город, очень хорошее впечатление оставляет о себе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok